Всем привет! И сегодня у нас на обзоре китайский стадикам с сайта Алиэкспресс. Часто во время съемок, при ходьбе или любом другом движении возникают колебания камеры. Это приводит к дрожанию картинки. Чтобы такого не происходило, и были придуманы стадикамы. Они предназначены для стабилизации изображения во время движения. Стабилизация изображения бывает двух видов. Электронная и механическая. В нашем случае у нас механический стадикам, его стоимость составила 2000 рублей. Ну что же, начнем наш обзор. Поехали! Итак, стадикам пришел вот в такой коробочке. Давайте быстро пробежимся по надписям. Стабилизатор называется SteadyVid EX. Также имеется куча информации. Внимание стоит обратить на следующее. Максимальный вес камеры 1 кг. Использовать DSLR камеры только с легкими объективами. Тадикам выполнен из алюминия. Рукоятка прорезинена. Противовес выполнен из полированного хрома. На обратной стороне оформление повторяет лицевую сторону. По бокам имеется целая куча текста, но важного там ничего нет. Давайте же откроем коробку и посмотрим, что лежит внутри. Внутри имеется пенистая подложка и несколько составных частей стадикама. Все части выполнены из металла. Ручка прорезинена. На месте крепления камеры также имеется резиновая площадка, чтобы не поцарапать камеру. Площадка имеет множество дорожек для регулировки положения камеры. Составная часть крепится с помощью винта, который вкручивается в одно из нескольких отверстий, в основном корпусе. Рукоятка также может быть вкручена в одно из нескольких отверстий. С одного конца рукоятки имеется стандартная резьба, с другого шарнир, с местом крепления к корпусу стадикама. Из минусов, как по мне, так это ограниченный ход шарнира. Только в одном месте рукоятку можно поднять на 90 градусов относительно корпуса. Часто во время съемки ручка начинает упираться в ход шарнира, и это приводит к потере стабилизации. В комплекте идут три груза. Груз можно добавлять и убавлять, в зависимости от веса камеры. Как указано на упаковке, стабилизатор работает с камерами весом до 1 кг. Хотелось бы, чтобы грузов было больше, и они имели меньший вес, так как это позволило бы более точно производить настройку стадикама. Стабилизатор в сложенном состоянии имеет компактные габариты, и поэтому будет удобен в переноске, и не займет много места в вашем рюкзаке. Из сложенного состояния в относительно рабочее стадикам переводится за считанные секунды. Относительно, потому что после каждого складывания необходима некоторая донастройка балансировки. Камера крепится на верхнюю площадку с помощью винта со стандартной резьбой. В моем случае винт неплотно фиксирует камеру, слишком длинная резьба, поэтому пришлось использовать вот такой переходник. Перед началом использования стадикама его необходимо настроить. В моем случае я буду настраивать стадикам под камеру Xiaomi первого поколения. Сама камера очень легкая, и поэтому для грузопротивовеса я не буду использовать дополнительные блины, а обойдусь нижней частью корпуса стадикама. Каков же принцип действия стадикама? Значит, принцип похож на действие весов. Мы имеем два груза, которые располагаются сверху и снизу. Вверху находится камера, снизу груз-противовес. По центру имеется ручка, за которую мы держим стадикам. Она является точкой опоры. Настройка же заключается в том, чтобы нижний груз сделать настолько тяжелее верхнего груза, чтобы камера из горизонтального положения переходила в вертикальное положение за секунду или полторы секунды. Настройка производится методом сдвигания камеры по бороздкам или же регулировкой крепления шарнира рукоятки, а также регулировкой движущейся части корпуса. Если камера у вас тяжелее, то, соответственно, и грузик внизу должен быть тяжелее. В моем случае, так как камера это легкая, то грузик я не использую. И, значит, это создает небольшое неудобство, так как шарнир, вот здесь, он не очень плавно работает. Его необходимо, конечно же, смазать. Я его смазал, но все равно из-за легкого веса самого устройства, потому что легкая камера, у нас некоторые неплавности в движении существуют. Вот, если же камера будет тяжелая, или же мы просто добавим по блину с обеих сторон, то стабилизация будет еще плавнее и лучше. Давайте теперь попробуем настроить стадикам. Откручиваем винт крепления камеры, чтобы камера могла свободно двигаться по бороздкам. Теперь, двигая камеру по бороздкам, необходимо найти точку равновесия с нижним грузом. Фиксируем камеру в нужном положении с помощью винта. Также настройку можно осуществлять с помощью рукоятки. Ее можно прикрутить в одно из нескольких отверстий. Если камера несимметрична относительно точки крепления к стабилизатору, то ее будет клонить влево или право. Для компенсации несимметрии камеры откручиваем винт в нижней части корпуса стадикама и наклоняем пластину влево или право относительно корпуса. После проведенных операций проверяем настройку, и если результат не очень, то повторяем операцию по настройке. Продолжение следует... 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 Всем пока!